Время подводить итоги на Артик ТВ в студии Александра Иритунская. Вкус и красоту Севера на экспорт. О первом опыте торговли с помощью международных электронных площадок расскажут наши предприниматели. Судостроители на поле чудес. Что осталось за кадром? В гостях программы участники шоу исполнят гимн 10 СРЗ. Эпохальное событие. Два берега Колы снова соединены с железнодорожным мостом. Конструкцию возвели в рекордные сроки. Всего за 105 дней. В июне этого года из-за паводка, вызванного обильным таянием снега, рухнул мост через реку Кола. Единственная железнодорожная артерия, соединяющая Мурманск с остальной Россией. Сообщение с городом удалось восстановить за 18 дней. За счет строительства объездного пути через Мурмаши и Колу. Однако следование поездов таким маршрутом создавало неудобства для жителей этих населенных пунктов. Необходимость восстановления моста понимали все. 16 июня начались строительные работы. Мост через Колу для Мурманска фактически дорога жизни. По нему в город приезжали коммерческие грузы для крупных компаний, а также топливо для котельных и бензин для заправочных станций. Обрушение несло за собой не только неудобства, но и экономические потери. Именно поэтому восстанавливать мост нужно было оперативно. На большой стройке были задействованы 174 строителя и 35 единиц техники. Работы велись круглосуточно. В итоге к сентябрю все пролеты конструкции уже находились на своих местах. Сотрудники РЖД начали обустраивать железнодорожную инфраструктуру. Это вопрос работоспособности и работы стабильной наших крупнейших предприятий, наших крупнейших работодателей. Я хочу поблагодарить всех строителей, хочу Олега Валентиновича лично поблагодарить за четкую организацию работы. Как по восстановлению железнодорожного сообщения за 18 дней, так и по строительству нового, современного, уникального, надежного моста. Мост построили в рекордные сроки – за 105 дней. Строители трудились буквально на износ, чтобы сдать работу к заявленным срокам, рассказывает Евгений Сысков, один из мостостроителей. Он, в числе прочих отличившихся, получил награду из рук главы РЖД. Я вообще занимался, ну, это ремонт техники, техническое обслуживание и домкраты, ну, это гидравлическое оборудование. В плане, нужно было поднять мост, точнее, пролет на определенную высоту для накаточных путей, чтобы дальнейшая была надвижка моста. У нового моста нет опор, уходящих в воду. Вся конструкция полностью стоит на земле. Сделано это для того, чтобы паводки на железнодорожное сообщение не влияли. Более того, мост оборудован уникальной системой датчиков, которая в режиме реального времени будет сообщать о возможных неполадках и останавливать движение. Раньше строили с промежуточными опорами, поскольку не было таких металлоконструкций, которые могли бы выдержать такую большую нагрузку. Соответственно, проект абсолютно новый, абсолютно современный. И как раз вы абсолютно правильно задали вопрос, сам мост сейчас себя анализирует. И вот долгожданный момент. По восстановленной конструкции пошел первый состав. В кабине тот же машинист, который вовремя заметил нарушение моста и успел остановить поезд в июне, избежав серьезного ЧП. Пока идти по мосту будут только грузовые поезда. Они обкатают конструкцию, проверят ее на прочность. Первый пассажирский отправится 12 октября. И это будет не обычный, а двухэтажный состав. Если мурманчане нововведения оценят, двухэтажные вагоны станут для нашего вокзала обыденностью. Ну а мост, обещают строители, простоит еще минимум 100 лет. На перекрестке у подъезда к зверосовхозу установили светофор. Ранее там неоднократно случались аварии, в том числе и с участием пешеходов. Власти Кольского района пошли навстречу автолюбителям. Теперь движение на перекрестке регулируется. Этот перекресток у въезда в зверосовхоз автолюбителям известен давно. Движение здесь оживленное, так как одна из дорог ведет в аэропорт. По второй же жители зверосовхоза ездят в Мурманск и обратно. Аварии здесь случаются часто. Подтверждение тому разбитая лада на одной из обочин. Нередко сбивают и пешеходов. Однако теперь печальная статистика, вероятно, пополняться не будет. На перекрестке установили светофор. Диодные лампочки видны издалека. А чтобы автомобилисты не рисковали, проскакивая на пересечении дорог в последний момент, светофор оборудовали таймером. Отправиться на машине за покупками, а уйти домой пешком. Вполне реально, если у вас есть долги и вы находитесь в черном списке у приставов. Судебные исполнители провели очередной рейд по парковкам и с помощью программы «Дорожный пристав» вычислили автомобили должников. Листовка от приставов. Такой сюрприз, выйдя из магазина, можно обнаружить на лобовом стекле своего автомобиля. Но если долгов у вас нет, то нет и повода для волнений. Эта мера направлена на профилактику, чтобы люди знали, как узнать о своих долгах и как их оплатить. Кому профилактика, а кому скандалы на парковках. Например, эта семейная пара встречи с приставами возле одного из торговых центров в Мурманске явно не ожидала. Как и перспективы лишиться машины за долги. А их свыше миллиона рублей. Перед кредиторами, налоговой инспекцией и, конечно же, коммунальщиками. Должница и ее спутник пытаются пробиться к авто, чтобы заблокироваться в нем до приезда эвакуатора. Приставы не позволяют. Горький опыт общения уже есть. Эту машину недавно арестовали, но водитель успел сесть за руль и скрыться. Однако в этот раз автомобиль все же отправится на штрафстоянку. И, вероятнее всего, уйдет с торгов в пользу взыскателей. Ведь по закону у владелицы всего 10 дней, чтобы рассчитаться по долгам. Не стоит пытаться заблокироваться в автомобиле, оказывать сопротивление сотрудникам при исполнении. Вычислять машины должников на парковках стало проще благодаря аппаратно-программному комплексу «Дорожный пристав». Считать с помощью сканера номера и сверить их с базой неплательщиков – дело нескольких секунд. При установлении автотранспортного средства, которое числится за должником, мы проверяем сумму задолженности. Если сумма задолженности превышает 3000 рублей, мы арестовываем автотранспортное средство. Копить долги себе дороже. И, приехав за покупками в торговый центр, можно уйти домой пешком. Что и пытаются донести приставы, особенно в период пандемии. Никакие ограничения по арестам на автомобиле не распространяются. Друзья, прямо сейчас у нас, можно сказать, с полю чудес нам прибыли игроки, которые представляют 10-й судоремонтный завод и объединенную судостроительную корпорацию. Да, нашу Мурманскую область. Прошу любить и жаловать. Евгения Бурнашова, помощник генерального директора 10-го СССРЗ, Владислав Рыбалочка. Вы маляр? Да. И капитан футбольной команды, человек, который исполнил гимн завода перед, хотя нельзя сказать перед публикой, ведь публики там фактически не было. И у вас был уникальный шанс видеть игру, сопровождая команду. Рассказывайте, как вы туда попали? Вот, ну попали мы туда благодаря своей достойчивости. Вот, мы также, наш руководитель, генеральный директор 10-го судоремонтного завода является председателем Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России. И в этом году за счет нашей активности мы вошли в рейтинг десятки лучших региональных отделений по всей стране. И, соответственно, попали в праздничный выпуск программы «Поле чудес», который вышел на экран 25 сентября 2020 года. Вы единственная, собственно, я так понимаю, из всех заводов, которые на территории Мурманской области смогли туда попасть. Я так понимаю, только благодаря тому, что у вас какая-то активная, бурная жизнь на заводе. Я правильно понимаю? У вас есть футбольная команда, как выясняется. Команда еще и поет. Это было обязательное условие, что нужно не только барабан покрутить и проявить какую-то эрудицию, но нужно еще и номер подготовить. Да, конечно. На нас выходила редакция «Поле чудес» и, соответственно, просили направить туда и игрока, и также творческий номер. Но так как у нас в данный момент на заводе конкретно творческой команды нет, но есть активная команда футболистов, которые везде готовы поддержать, хоть спеть, хоть станцевать. И так как у нас в этом году еще 10-му судоремонтному заводу исполнилось 85 лет, мы к этому празднику готовились и записали гимн 10-го судоремонтного завода. И как раз 25-го числа состоялась премьера этого гимна. Поэтому все приглашают. Ну, какой-то у нас молчаливый капитан футбольной команды. Владислав, рассказывайте. Ну, мы изначально очень сильно волновались все. Мы сначала всерьез общались. Ни одного женского голоса делали. Мы все восприняли сначала в шутку, что, ну, может, нужно будет ехать, может, не нужно будет ехать. Ну, мы так все спустили все это. А потом сказали, что нужно будет ехать, и мы готовились к этому. Очень сильно волновались, переживали. А какой у вас футбол? Большой или? Мини-футбол. А, в мини-футбол играть. Как команда называется? Ну, уж расскажите, коли пришли-то. Наша команда называется Шквал. Мы... Команда создавалась в том году. Вот, и имеем уже призовые места, занимали. В Бурманской лиге участвуем, у себя в городе тоже участвуем. Вот. Что еще рассказать? Ну, впечатление вообще от поля чудес-то. Я так понимаю, что, наверное, в детстве наблюдал. Мы смотрели, да, смотрели, конечно. Никогда не думал, что там окажешься вообще никогда. А тут такой шанс. Все так, как представлял или по-другому совершенно? Ну, почти. Чуть-чуть по-другому. А что по-другому? Или вы подписку на неразглашение? Нет, 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 нет. Ну, думали, что как-то это все будет спокойнее. А мы волновались все. И все там так, все быстро, серьезно, все там на высший уровень. Нет. Ну, я не знаю, что еще передать словами, вообще не понимаю. Хорошо. Я так понимаю, все, ехали туда с полными сумками, с багажом, везли варенье. Кто варил вообще? Сами варили, сами собирали. Ну, мы доверили это команде профессионалов, значит, и наша знаменитая компания Мурманской области, да, не будем называть рекламой, подготовила нам большой подарок такой «Дары Севера». То есть там входило и варенье из морожки, и там соус из морожки, чипсы из ягеля. То есть Леонида Аркадьевича было чем удивить и чем накормить. Вот, голодным он не остался. Вот, также мы привезли туда макет подводной лодки, которую сами имя нарекли «Первый канал». Она у нас была с открытыми шахтами, и, как сказал наш игрок Ольга Попова, для того, чтобы все проекты «Первого канала» всегда выстреливали. Что еще везли? Музей 10-го судоремонтного завода передал в музей «Поле чудес» часть сварного шва легкого корпуса подводной лодки третьего поколения. И также нас поддержало еще правительство Мурманской области в лице губернатора Андрея Владимировича Чибиса и его супруги Евгении Владимировны. Большое им тоже спасибо за это. Они передали уже ставший известным бренд на севере «Жить» в виде бейсболки и толстовки. А размерчик-то подошел Леонида Аркадьевича? Или это все в музей? Вообще это все в музей. Сейчас там все в музей. Все полностью. Он его прикинул. Но, к сожалению, мы снимали больше трех с половиной часов, а в эфир вошло только около часа. Что осталось за кадром? Рассказывайте. За кадром, да, очень много всего интересного осталось. Вообще, конечно, Останкино стоит сделать здесь вообще отдельный на этом акцент. Это совершенно иной мир. То есть ты можешь идти по кабинетам, по коридорам. Нам сделали большую экскурсию. Вот именно по аппаратной. Мы все посмотрели, как вообще, где все это дело создается, как все обрабатывается. Очень у нас такая увлекательная экскурсия была. И вот пока идешь мимо, может пройти Владимир Винокур или Александр Розенбаум с гитарой. То есть, ну вот это все настолько удивительно, оказаться по ту сторону действительно экрана. Какой вопрос-то достался Оле Поповой? Ей достался вопрос, что в конце 19 века изобрел немецкий барон Карл, фамилию уже не помню, вот, ответом была мясорубка. Она знала или просто... Она у нас хотела как можно дольше постоять рядом с Леонидом Аркадьевичем, как она так и сказала. Поэтому заранее называла не те самые буквы, чтобы побольше накрутить барабан. Вот как. Но в итоге все равно приз оказался наш, не побоюсь этого слова, и Большой Белый Телевизор теперь украшает что? Музей 10-го судоремонтного завода. Никто не будет смотреть программу, он будет просто на стене висеть, или будет использовать для того, чтобы какие-то... Конечно, то есть у нас в этом году планируется еще до конца года, мы планируем все-таки сделать ремонт в нашем музее, и, соответственно, поле чудес будет уделен отдельный угол, вот, куда мы туда составим все, все, что будет связано с поле чудес у нас. Это и форма нашей команды, да, в которой они выступали, соответственно, и этот тот самый телевизор, и даже букет, который подарили Ольге Поповой. Букет? Букет цветов, да, мы его засушили, вот, и теперь у нас красиво будет стоять в вазочке. В общем, все-все-все, что можно, мы привезли. Да, все артефакты собрали. Ну, давайте теперь мы серьезно поговорим. У вас дата тоже серьезная, 85 лет с РЗ. Насколько сейчас хорошо себя чувствует завод? Насколько престижна профессия людей, занятых в судоремонте? Знаете, наше руководство уделяет особое внимание профориентации, потому что популяризация технических профессий это одно из направлений и Союза машиностроителей России, и наше предприятие это также активно поддерживает. И вот буквально 28 сентября на нашем предприятии открылся мини-детский технопарк «Кванталаб», который открывался у нас по всей Мурманской области, но особенность нашего является именно в том, что он находится конкретно при предприятии, то есть не при образовательных учреждениях, а именно при предприятии. То есть это на самом деле прецедент, и мы узнавали в других региональных отделениях, то есть нигде такого нет. Это прямое сотрудничество, соответственно, завода с будущими нашими коллегами, как мы надеемся. Это реализация недели без турникетов, экскурсии на заводы. То есть мы сейчас говорим о том, что дети могут сотрудничать, соответственно, и общаться с нашими действующими сотрудниками каждый день, задавать им вопросы, ходить на экскурсии и, в принципе, заниматься тем, чем бы им хотелось заниматься. Потому что все детки очень активные. Сейчас у костяк сотрудников – это люди, которые после институтов их распределения они приехали из других регионов. Это жители Полярного. Во втором-третьем поколении уже освоившие технические специальности. Как это все выглядит? То есть местные жители? Да, местные есть. С области пару человек там бывают работают. У вас есть вакансии? Да, нам сейчас очень нужны строители кораблей. Нам очень нужны инженеры. Нам также нужны и в ЦХ, соответственно, сотрудники наши работники. То есть все вакансии можно найти на нашем сайте. А вот, Владислав, скажите, пожалуйста, у вас есть возможность профессионального карьерного роста? Компания вам предоставляет? Обучение предоставляет. У вас есть вообще план в перспективе остаться на заводе и дорасти до генерального директора? Нет. А, нет. Для генерального директора нет, но в плане расти, конечно. Какой солдат не хочет стать генералом? То есть такие возможности есть? Да, конечно, конечно. Возможности у всех есть. Если хочешь, то почему бы и нет. Да, если хочешь, можно даже на поле чудес попасть и песню там исполнить. Конечно. Немножко об истории завода все-таки. Раз такая дата... Завод в свое время занимался ремонтом подводных лодок. Но сейчас, наверное, последние года три к нам не становится. Сейчас мы больше ориентируемся на ремонт кораблей. И также переходим на гражданский судоремонт. Сейчас у нас идет процесс передачи ДОКа ПД-92 к нам на завод. И совсем скоро он должен уже у нас оказаться. И, соответственно, как только это случится, то есть загрузка предприятия вырастет сразу в разы. Это и открытие новых рабочих мест. И, в принципе, конечно же, большое развитие завода. Потому что доковое хозяйство – это очень важное направление. А высокие ли у вас там зарплаты? И люди, которые у вас работают, они переезжают в Полярный? Все-таки город закрытый, за шлагбаумом. Да. Связывают свою жизнь, да? Ну, кто-то связывает, да. Вы знаете, на самом деле, у каждого судьба, как говорится, своя. На себе даже могу рассказать. Вообще я родилась и выросла в городе Новосибирске. И шесть лет назад еще вообще абсолютно не представляла, что меня жизнь отправят вообще сюда, куда-то в Мурманскую область. И тем более в гарнизон. Но вышла замуж за военного. И таким образом здесь оказалась. По профессии я вообще юрист. Но моя трудовая книжка уже успела закончиться. Потому что в связи с переводами мужа уже успела поменять много различных мест работы. И что хочется все-таки отметить, на 10-м судоремонтном заводе, даже по себе могу сказать, полтора года назад я пришла еще только специалистом по связям с общественностью. И за полтора года успела вырасти до помощника генерального директора. Все-таки карьерный рост при, скажем так, активности, он у нас очень возможен. Поэтому мы всех приглашаем на наше предприятие, тех, кто действительно хочет стремиться и развиваться, и развивать и также и наш завод. Спасибо, но мы вас поздравляем с таким юбилеем и с победой. Это победа? Там все можно было проиграть на поле чудес? Знаете, я считаю, что все, кто туда попал, они уже победили. Мы считаем, что мы победили, заняв в рейтинге седьмое место. По итогам полугодового результата по Мурманскому региональному отделению СМС России. Поэтому у нас 10-й завод и поехал как самый активный. Поэтому для нас это в любом случае победа. Мы уже, наверное, вышли по всем новостям. Везде показали, что 10-й завод есть, он существует. Несмотря на то, что, казалось бы, недавно он был в небытие и уже практически был на грани закрытия. Сейчас у нас все хорошо, мы продолжаем развиваться. И, пользуясь случаем, мы хотели бы передать привет, как на том самом поле чудес. Потому что, как уже сказали, что не все вошло в эфир. Еще раз большая благодарность всем тем, кто помогал и собирал нас на эту передачу. Правительству Мурманской области, нашему генеральному директору Евгению Васильевичу Зудину. Спасибо вам огромное за все, что вы делаете. Мы вас очень любим и ждем. А песня-то будет, я все встаю, Владислав. Ну, запевай. Да, и я не готов все встать. Я думал, что вы спросите, но мы пели это всем своим составом. Я без ребят не пою. Вы ссорируете, вы только на футбольном поле капитана, так? Да. А если я поддержу? А если правда, Евгения поддержит. Начинайте, а я продолжу. Мы же репетировали, мы же старались. Ну, давай. Стоит завод над серой бухтой города. Для каждого из нас он домом стал. На стапелях прославленного порта. Характеры сплавляя, как металл. Здесь встретит каждого одна семья большая. Орбезоносная. Единственное, это мы проблемами. Все, прекрасно. Передавайте большой привет Орге Поповой. Мы ее любим, знаем и ценим. И тоже вместе работали когда-то. Молодец, что выиграла телевизор. Все в дом, все в музее. Все в себе. Ну что, друзья, Артик ТВ тоже присоединяется к поздравлениям. Мы желаем вам еще многих-многих год процветания предприятию. И прихода молодого пополнения. Спасибо большое. Спасибо. Мобильный кванториум путешествует по Мурманской области. Сейчас умный автомобиль находится в Туломе, где местные школьники при помощи его техники обучаются современным направлениям программирования робототехники. Вторую неделю квантомобиль работает на базе Туломской школы. В мобильной лаборатории дети с 5 по 11 класс обучаются робототехнике, основам программирования, геоинформационным технологиям и виртуальной реальности. Занятия проходят как факультатив после уроков. Дети здесь могут поработать, получить какие-то начальные знания различные, которые им помогут уже, например, при трудоустройстве или даже раньше. То есть они могут выбрать какое-то направление, то есть, например, они в колледж хотят поступить на ИТ, информационные технологии. Или, например, они хотят, может, кому-то понравится работать именно с географическими данными. Восьмиклассница Света Слободчикова впервые своими руками создала виртуальный макет брелока и распечатала его на 3D-принтере. Девочка призналась, это было очень увлекательное занятие. Да, понравилось, и я увидела впервые эту машину, которая лазером вырезает. А вот местные пятиклассники создавали мультики. Витя Семенов – будущая звезда спорта, но в свободное от уроков и тренировок время он занялся компьютерной анимацией. Школьник создал анимированных котиков и мечтает в дальнейшем нарисовать полноценный мультфильм. Один котик спрашивает, как тебя зовут, там можно будет любое имя написать, а потом он говорит, что меня зовут Бадди. И спрашивают у другого котика. Мобильный кванториум хоть и пробудет в Туломе две недели, но уроки на этом не закончатся. Ученики будут дистанционно заниматься с наставниками через интернет. И когда умный автомобиль вновь приедет к ним, дети продолжат обучение с любимыми преподавателями. Нам самое главное, что ребята приучаются к научно-техническому творчеству, что это не лекции, не школьная программа, это произвольные программы научно-технического творчества. Они становятся уже юные программисты, юные робототехники. Сейчас я у них спрашиваю, вы что делаете. А мы еще пока не знаем, какого робота мы делаем. Мы проверяем, как работают механизмы. Я считаю, это дорогого стоит, потому что научиться собирать сначала произвольно, а потом в голове у тебя рождаются какие-то мысли, ты понимаешь, что у тебя рождается какой-то интересный робот, какой-то механизм. Приобщаясь к таким занятиям, дети не только с пользой проводят время, но и находят новых друзей, единомышленников и, возможно, даже свой профессиональный жизненный путь. Для некоторых детей это новая сфера деятельности совершенно, потому что я смотрю на детей, некоторые посещали только спортивные кружки. Но это и не случайно, что такой у них интерес. Ведь когда мы выбираем профиль на уровне среднего общего образования, проводим анкетирование, то выбирают информационно-технологические. За этот учебный год мобильный кванториум трижды объедет населенные пункты Мурманской области. Таким образом, каждый школьник, который приобщится к этим увлекательным занятиям, сможет получить полноценную программу дополнительного обучения. Танцевальную терапию проходят дети с ограниченными возможностями здоровья в студии World Dance Campus. Идея помогать детям-инвалидам с помощью занятий танцами пришла Сергею Аникиеву давно. Но места для проведения тренировок тогда не было. Спустя время появился собственный зал, и мечта стала реальностью. Вот уже более года на базе студии World Dance Campus проводятся бесплатные занятия для маленьких северян с ограниченными возможностями здоровья. Урок я простраиваю так, чтобы им было интересно и комбинировалось с разными видами деятельности. То есть не постоянно какая-то нагрузка. Мы позанимаемся, поиграем, отдохнем, поговорим. Упражнения и особое отношение положительно влияют на координацию и общее самочувствие ребят. Они с радостью ходят на танцы и усердно повторяют движения за тренером. А еще такие занятия – это отличная возможность найти новых друзей. Очень нам нравится, конечно, потому что ребята с разными нарушениями, они учатся общаться, учатся взаимодействовать между собой. Естественно, есть хорошее очень продвижение у нас, потому что он научился танцевать уже хотя бы минимально, но он научился повторять за Сергеем движения. Он научился общаться с ребятами, и он радуется уже этому. Если раньше он этого избегал, сейчас он начал радоваться своим друзьям. Изначально специальная танцевальная группа была рассчитана на детей, больных диабетом. От физических нагрузок у них реально снижается уровень сахара в крови и к тому же поднимается настроение. Позже по инициативе Сергея к занятиям присоединились ребята с аутизмом и проблемами опорно-двигательного аппарата. Это стало возможно в рамках реализации нескольких социальных проектов. У нас есть такой проект «Делай детям добро 3D», есть проект «Парус доверия». Они посвящены поддержке детей с различными особенностями. И так получилось, что в этом проекте «Скажи диабету нет» на базе студии танцев и при такой педагогической поддержке Сергея получилось все эти проекты как бы свести воедино. Спортивные занятия и общение с окружающими, кроме всего прочего, помогают маленьким северянам избежать однообразия будней, навязанного диагнозом. Кто хочет стать миллионером долларовым? Я знаю таких людей, индивидуальные предприниматели. У меня в гостях Дмитрий Кольчук, Елена Хакоповин. Здравствуйте, Елена Дмитрий. Доброго. Ну, рассказывайте. Вот вы те самые предприниматели, которые в трудную годину и в разгар пандемии вышли на электронные площадки, стали экспортировать свою продукцию. Правильно понимаю? Правильно. Давайте по порядку. Начнем, наверное, с Елены. Елена, вот о своем бизнесе пару слов и о первых шагах, так сказать, на электронных площадках. Каких объемах вам уже удалось продать? Здравствуйте, меня зовут Елена Хакоповин. Я индивидуальный предприниматель уже более 20 лет. Из них я уже 10 лет занимаюсь сувенирной продукцией. У меня магазины находятся в торговом центре «Волна» на первом этаже и в ТРК «Северная Нагорная». Ко мне обращаются художники, ремесленники, мастера и геологи нашего края. Это все такое хэнмэй, все местное, это не в Китае заказывается? Нет. Основная наша продукция сделана именно с любовью нашими мастерами. Например, вот картины из мраморной крошки, из минеральной крошки, простите, они сделаны у нас мастерами и художниками нашего кольского края. Слушай, ну ни одно политическое событие не обходилось без этих картин, по крайней мере, в бытность губернатора Евдокимова. По-моему, он, наверное, у вас был одним из вип-клиентов, кто заказывал большими партиями. Ну, это было уже очень давно. Ну, мы помним эти картины. Мы как люди, фиксирующие все происходящее, все инаугурации, все презентации, поздравления, юбилеи, все сопровождали эти картины. Это было наше местное. Сейчас, наверное, поменялось немножко модно. Сейчас более люди любят именно изделия из натурального камня, в особенности из нашего эф-диолита. Это презентабельно, это прибавляет статус, ну и помогает эф-карьере. Что проще продавать отштопованные в Китае магнитики, там, я не знаю, по 10 рублей, нежели действительно такие произведения искусства, ремесла, которые все-таки должны стоить денег? Это штучные товары, это дорого. Это дорого, но люди, они понимают, что если они раз это уже приобрели, они подарили или купили для себя, то это остается у них уже годами и передается из поколения в поколение. И сейчас люди уже выбирают более такие достойные вещи. И в связи как раз с пандемией, так как у нас уже туристический поток немножко снизился, раньше были магнитики, а теперь уже люди выбирают более такие практичные. Пусть их будет не так много, но они... Подводную лодку обязательно надо с собой запомнить, да? Да, модели подводных лодок. Хорошо, давайте все-таки поговорим. Прекрасно, сейчас людей у нас не было, торговые центры тоже были закрыты. Как вы вообще выживали в этот период и как вы реализовывали товар? Вы знаете, наверное, я, так как уже более 20 лет, индивидуальный приниматель, я почувствовала, что что-то грядет. И мы в конце 2019 года обратились в Центр поддержки экспорта и попросили им оказать нам помощь выйти на международные площадки. Так как у нас изделия именно такие хендмейт, достойные, и могут продаваться везде и радуют глаза, мы попросили, чтобы нам создали сайт и выставились на электронных площадках. Так, когда пошла торговля? Торговля пошла летом, когда люди уже вышли из этого отспенения, когда немножко разгрузили, открылись, ну уже пошел спад пандемии, скажу проще. В июле уже пошли запросы. Центр поддержки экспорта нам предоставил квалифицированных фотографов, которые красиво нам сфотографировали наш товар и выставили на площадке. Первой продажи пошли в августе. Откуда заказчики? Вот не поверите. И с Америки, и с Европы. И людям это интересно. Они спрашивают, и спрашивают, например, не только, хотя у нас именно купили макет подводной лодки, но спрашивают даже такие мелкие сувенирчики, как изделия из оленевого рога. Клыки, ногти, например, волка, медведя. И мы предоставили эту продукцию. А, то есть по заказу. Вот хотите волка, мы найдем вам волка. Хотите медведя, и медведь будет. Некоторые у нас товары мы представляем именно по заказу. Но в основном уже у нас есть именно эта продукция, сделана мастерами. Мы ее выставили на электронную площадку ebay, и у нас пошли продажи. Вы это не подумываете о том, чтобы вообще закрыть теперь отделы и торговать только там? Мы сейчас именно наоборот подошли, да, вплотную к созданию сайта. Также мы работаем именно с поддержкой экспорта. Они нам уже создают полностью всю программу. И я думаю, что будет уже независимое направление от обычных продаж. Мы переходим на интернет-площадки. Дмитрий, рассказывайте. Мы наслышаны, что все это видели, добро. Никому в голову не приходилось, что можно иван-чай заготавливать, и тем более экспортировать. Не приходило. Я думаю, что многим в голову заготавливать себе, и так и делают. Откуда мы взяли идею, что наши друзья заготавливают себе на зиму иван-чай. И мы просто взяли идею. А это сложно? Это же не просто сорвал и на столе высушил. Да, сложный процесс. Идет около пяти этапов производства, которые тоже каждый нужно следить. И от каждого зависит вкус. Кто уже попробовал? На каких континентах попробовали ваш иван-чай? Чай с севера. То есть мы начинали все чуть далека. Мы начинали все с производства иван-чая. А сейчас мы расширяем до компании «Вкус Севера». То есть мы собираемся сделать магазин с товарами, пищевыми товарами со всего нашего Кольского края. То есть сейчас у нас есть и варенье наших производителей. То есть мы не сами производим, но делаем продажи. У нас есть оленина, есть ягоды, как в заморозке, так и сушеные. Тоже продаем травы разные. И все, мы начинали с иван-чая. Сейчас мы зашли на площадку eBay с помощью центра поддержки экспорта в Мурманске. Дали нам возможность. И первые продажи у нас были в Америку. Мы продали банку варенье, мороженое. Почем? Ну, дороговато стоит для зарубежных. Ну, сколько? Ну, чтобы понять. Ну, если для нас оно стоит 350 рублей, то для них 1700. Да, ну и... Нормально, мне кажется. Ну, очень... Это же сколько она добиралась туда? Да, сколько она до банка добиралась? Ну, люди готовы платить и флотика? За 10 дней добирается банка до США. То есть быстро. Чай. Иван-чай мы отправляли в Норвегию. То есть у нас была доставка туда. Туда дольше шел чай. Хоть и идти на нашем континенте. Ну, скажите, вот насколько вы приблизились к месту стать долларовыми миллионерами, выйдя на эти площадки с помощью Центра поддержки экспорта? Ну, первое, что начался доход теперь в долларах. Вот это уже интересно. То, что продажи пошли за рубеж. Первые продажи. Как и Елена сказала, у нас тоже в августе где-то были уже первые продажи. И сейчас нам нужно дорабатывать эту площадку eBay, интернет-магазин на этой площадке. И развивать продажи по всему миру. А как мы приблизились к этому, именно я, ну, появился потенциал, что это возможно. Возможно продавать иван-чай за границу. И мы это ощутили на себе, что собираем мурманский, а продаем в Европу, так сказать. Это очень интересно. Поэтому так. Главное, что в идее никто не похитил. Не похитят? Идеей такой уже занимаются. И тот же, например, майский чай тоже производит иван-чай. Как у них с экспортом, я не знаю. Но такие большие компании, как чайные, они взяли уже идею иван-чая и давно уже ее реализуют. Вы конкуренции-то не боитесь? Нет, я... Или наоборот, там такой океан возможностей, что тесно не будет? Александра, я хочу подчеркнуть, что так как я уже, например, в бизнесе 20 лет, и очень хорошо, что есть конкуренты. Получается, что это здоровая конкуренция. И поэтому я расту, я развиваюсь. И, естественно, у меня от этого больше возможностей. И чтобы, как вы сказали, чтобы приблизиться к мечте долларовый миллионер, мы уже мониторим, мы видим, кто нас смотрит, мы смотрим отзывы, и мы видим уже, что люди хотят. Естественно, мы пока делаем первые шаги, и сотрудники, именно специалисты из поддержки экспорта очень-очень чуткие. Хочу им выразить отдельную благодарность, что они нам помогают, что они подсказывают нам и ведут пока нас. И мы уже видим, что продажи есть. Если уже есть продажи, значит, мы двигаемся в правильном направлении. Прекрасно, я ловлю вас на слове. Значит, когда заработаете миллион, придете, расскажете. Мы вас поздравим здесь. Будем честно. Долларовый миллион. Долларовый, конечно. Дмитрий Кольчук и Елена, кого-нибудь с нами были в эфире. Ну, после того, как наши гости нахваливали руководителя Центра поддержки экспорта Мурманской области, мы решили, Александр, вас тоже пригласить. Александр Буч, прошу любить и жаловать. Очень чуткие сотрудники у вас. Все тоже, наверное, сейчас захотят и торговать на электронных площадках, и приблизиться к миллиону заветному, в долларах или в евро, как повезет. А может быть и в юанях. А может быть и в юанях. Да. Как вас найти, собственно, или вы кого-то ищите? Как эта коммуникация вас налажит? Александра, в первую очередь, приветствую вас тоже. Нас можно найти в соцсетях. Мы есть в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке. Центр поддержки экспорта Мурманской области. Либо есть люди, которые предпочитают до сих пор традиционные каналы коммуникации. К нам можно прийти пешком. Мы находимся на улице Генерала Журбы в городе Мурманске, на пятом этаже, кабинет 505. Там мы находимся и готовы принимать клиентов практически ежедневно. Я правильно понимаю, что все-таки пока часто вам приходится за нашими предпринимателями ходить, уговаривать их выйти на экспорт, показать свой товар лицом? Почему они так упираются? Почему? В диковинку? Совершенно верно, Александр. Во многом, это и в диковинку, и на это нет времени. Вообще, на все, что в диковинку, что абсолютно новое для предпринимателя, не всегда находится время, потому что непонятно, какую можно пользу приобрести от выхода на электронную торговую площадку. Так вот сейчас мы выяснили, баночку здесь за 350 продаешь, а в Штаты за полторы тысячи. Да, конечно, когда этим начинаешь заниматься, это уже понимаешь. А если ты еще не начал заниматься, то казалось бы, ну какая там электронная торговля, ну подумаешь, что выложи я, там же целый мир, целый мир конкурентов. А там не только целый мир конкурентов, там ведь целый мир возможностей, целый мир покупателей, которые на самом деле очень интересуются экологической продукцией из России, особенно хендмейт. На самом деле в области очень много замечательных производств и замечательных мастеров, которые сейчас занимаются тем, что делают какие-то единичные поделки для своих друзей или даже только по области. А ведь они могут представить свою продукцию всему миру. И со всего мира наверняка найдутся люди, которые захотят это заказать и купить. Потому что во всем мире все-таки покупателей больше, чем покупателей в России. Ну с этим трудно, конечно, спорить. И они готовы платить по несколько больших цен. Я правильно понимаю, Александр, что вы также помогаете предпринимателям достойно себя представлять на тех или иных выставках, каких-то там профессиональных конкурсах. Совершенно верно, Александр. Похвастайтесь. Кого вы продвинули. Да, давайте похвастаюсь. Одной из популярных услуг у нас является содействие в создании презентационных материалов. Это включая создание видеороликов. И вот один из видеороликов от компании, которой вам помогали, это компания «Лапитур». Он занял первое место в конкурсе «Дива России». То есть это очень хороший кейс. Мы, получается, помогли компании. И ролик такой хороший, что вышел в топы. Единственное, что для нас немного грустный повод. К чему мы готовили? Мы готовили этот ролик к выставке в Германии, ITB Asia. Должна она была быть в марте 2020 года. И, к сожалению, по объективным причинам не состоялась. А мы от нее ждали очень много контрактов, конкретно немецких туристов, которые к нам бы приехали. Но коронавирус, конечно, немножко все подпортил. Безусловно, мы ожидаем того, что откроются границы. Но даже до тех пор, пока границы не открылись, мы готовы поддерживать наших предпринимателей на онлайн-выставках. Сейчас мы прорабатываем возможность презентации наших туроператоров для индийского рынка. Потому что Индия, хотя там сейчас некоторые экономические проблемы, все-таки это страна с более чем миллиардным населением. А даже в очень бедной стране всегда есть очень богатые люди. И если там живет миллиард человек, то 1% миллиарда человек это больше, чем все люди, которые, в принципе, путешествовали из России и за границу. То есть это огромнейший рынок и нельзя проходить мимо такого шанса. Надо презентовывать. Поскольку мы уже примерно понимаем, что индусы, вообще-то, достаточно интересуются нашим рынком. Мы в феврале прошлого года вывезли наших предпринимателей на выставку в Индии. И, надо сказать, наш стенд пользовался прямо ажиотажем. Индусы с большим интересом как бы относятся к нашему Кольскому полуострову. Возможно, еще не все знают. Вот это нужно обязательно преодолеть. Нужно рассказать про наши возможности. И, возможно, индусы внесут свой вклад в развитие экономики региона. Я потеряла дар речи. Спасибо большое, Александр. Я так понимаю, что вам есть что рассказать. И вы периодически будете приходить к нам и вдохновлять предпринимателей. Не бояться, не сидеть только в своем регионе, а выходить и завоевывать мировой рынок. Совершенно верно. Нельзя думать локально. Надо думать глобально. Спасибо. Александр Буч, руководитель регионального центра поддержки экспорта. Ежегодно 29 сентября во всем мире отмечается День сердца. Не коронавирус, а именно сердечно-сосудистые заболевания. Это одна из главных причин смертей в мире. День сердца учредили больше 20 лет назад. Но и сегодня эта дата не теряет своей актуальности. Меньше сердечно-сосудистых заболеваний не становится. Из-за ускоренного темпа жизни, курения и обилия жирной пищи люди часто становятся жертвами инфарктов. Ведь если каплю жира на тарелке растворить легко, то против атеросклеротических бляшек таких средств нет. Сердце нужно, как говорится, воспитывать с детства. С детства люди должны заниматься и продолжать жить и правильно вести образ жизни. Вот и все. Это основное для сердца. Ну, конечно, не перегружаться. Главное, говорят врачи, при первых симптомах, указывающих на то, что мотор в груди забарахлил, успеть обратиться в лечебное учреждение. Ведь, несмотря на всю оснащенность кардиореанимации областной больницы, шансов на спасение пациента с каждой минутой становится меньше. И когда они поступают в очень тяжелом состоянии, и, конечно, нам приходится намного тяжелее с этими больными работать, потому что кардиогенный шок, несмотря на то, что у нас появились технологии, специальные аппараты, которые помогают поддерживать кровообращение, такие как ЭКМО, контрпульсатор, импела, все это иногда даже не помогает. И летальность остается при кардиогенном шоке очень высокая. Нашу главную мышцу в организме называют еще вечным двигателем, ведь оно способно прослужить верой и правдой хоть сотню лет. Поэтому берегите и любите свое сердце, и оно ответит вам взаимностью. На этой неделе отоларингологи отметили профессиональный праздник. О том, с какими проблемами ухо, горло, носа можно обратиться к специалистам, узнавали мои коллеги. Многим кажется, что проблемы со слухом возникают только в преклонном возрасте, но это далеко не так. Первый аудиоскрининг назначает только родившимся малышам. Такая ранняя диагностика помогает вовремя определить заболевания, которые в дальнейшем могут значительно затормозить развитие ребенка. Но когда бы не возникли трудности с восприятием звуков, специалисты областной больницы всегда готовы прийти на помощь. Наша специальность достаточно интенсивно развивается именно в процессе именно технологического прогресса. То есть появились возможности имплантации глухих пациентов. То есть сейчас достаточно редко можно встретить пациента, который не владеет устной формой речи. И спустя какое-то время этот контингент вообще уйдет из существования, потому что все глухие имеют возможность проимплантироваться и слышать и приобретать навыки устной речи. После зрения слух считается вторым по значимости чувством. Вместе с речью он делает человека способным к сложной интеллектуальной деятельности. Педагоги, священники, журналисты и певцы нередко обращаются к фониатру. Именно у них в силу профессиональных особенностей чаще всего страдают голосовые связки. Ну и тем, у кого голос не главное в работе, тоже стоит провериться. Конечно, в случае определенных симптомов и подозрений. Самый первый признак это сипота голоса. Затрудненность при глотании пищи или при пустом голодке. Но самый такой характерный признак это сиплость голоса. Часто люди рассказывают, что я такой сиплый с детства, у нас вся семья такая. На самом деле голососвязочный аппарат человека, он запрограммирован на благозвучие, на хороший звук. И если он в той или иной степени прорывается сипота, к этому бывает всегда какая-то серьезная причина. Ее надо выявлять. Часто пациенты пренебрегают обращением к лор-врачам и занимаются самолечением, запускают болезни. И тогда без хирургического вмешательства уже не обойтись. Поэтому отоларингологи рекомендуют не игнорировать регулярные профилактические осмотры. А как выживают люди на улице? Специальный репортаж о бомжах моего коллеги Дениса Прокопенко. О том, что в Мурманске появился настоящий городок бездомных, мы узнали через социальные сети и решили проверить слухи. Они подтвердились. Разбитый рядом со сгоревшими складами бивуак нашли достаточно быстро. Героев нашего репортажа застали спящими в одном из старых ларьков. На улице уже довольно прохладно и владелец бывшей торговой точки пускает их туда переночевать. Прямо перед входом сделана кем-то надпись на английском «Добро пожаловать в ад». И она, пожалуй, наиболее емко описывает жизнь на улице. Дождь сюда не попадает, но внутри все равно холодно. Не греет и рваная одежда постояльцев. Поэтому проснувшегося Геннадия долго трясет. Он не может согреться. Утро здесь начинается не с кофе, а с поиска старых деревянных ящиков и разведения костра. Зато с овощами проблем нет. Соседний рынок пока этим добром снабжает исправно. Внутри вагончика довольно прилично, даже несмотря на неопрятный вид постояльцев. Там ничем не пахнет, спальные полки в три яруса. На одной из них сейчас стоит ящик с помидорами. Есть даже старенький телевизор. Здесь он скорее как память о прежней жизни. Электричества нет, а потому и смотреть в голубой экран не получится. Зато Геннадий и Александр охотно слушают радио с помощью старенького мобильника. Оттуда узнают о происходящих событиях в городе и мире. Раньше постояльцев было больше, жили всемиром. Однако часть людей ушла. Один попал в тюрьму, отобрал телефон у прохожего. Еще один лежит в больнице. Избили подростки, рассказывает Александр. Одного вообще мазута вот этой, вот мазута наша, у нас другая была еще одна, канистра. Он тут вот сидел. Вот где ящик стоит, около костра. Они его взяли, облили. Мы его в больницу отправили. Не мы, а вот человек. Геннадий. Я телефон если поставил, могу быть, в ходу. Избили. До такой степени вчера оперативники приезжали к нам. Мы с Генкой кушать готовили. От рук малолетних извергов пострадал и сам Александр. Около месяца назад в темноте кто-то ударил его металлической трубой по ноге. В итоге перелом больница гипс, который, впрочем, бездомный снял самостоятельно, натирал при ходьбе. Сейчас Александр ходит с палкой, но за ногу особо не переживает. Говорит, срастется и так. Этот перелом у него уже второй. Единственное, что беспокоит, теперь мужчина не может полноценно работать и зарабатывать деньги для своей небольшой общины. Перевиваемся, посадим, покремся немного и пойдем в город. Да? Подзарабатывать. Обычно у кулаки и тасуемся. Там хоть тачки можно возить, там тачки вставляешь по децепре, вынимаешь. Там возим тачки вот эти. Кто-то так денег даст. Подходит, даже еду дают. Еду дают. Вторая большая проблема после еды и крова – гигиена. Блюдут ее не все бездомные. Но Александр Геннадий к этому вопросу относится с пиететом. Опасаются вшей и болезней, которые могут завестись от грязи. Часто стараются менять одежду. Благо, помогают благотворительные организации. Иногда удается накопить на посещение бани. К новым бездомным, затесавшимся в компанию, относятся с подозрением. Обязательно спрашивают, чем болеют. Если есть неприятный запах, могут на огонек и не пустить. А не наш конъюнгент. Они, короче, мы хоть переодеваемся часто, а они там в шею развели. Шеи цепляют. Мы хоть часто переодеваемся. Шмотки снимаем, другие одеваем. А такая проблема, где помыться? Нет, ну помыться у нас была возможность. Но сейчас человек в больнице. он пускал, все, подстригаемся у него машинкой своей. Сейчас он пока в больнице. Сейчас пока в больнице, так что у нас нет возможности помыться. А так боимся, там есть родник, туда. За здоровьем тоже стараются следить. Если попадают в больницу, от возможности пройти обследование не отказываются. Недавно пытались привиться от гриппа в мобильном пункте возле Окея, но не смогли. Без документов их не пустили. Паспорта мужчины восстанавливали уже несколько раз, но все равно их потеряли. У Геннадия, например, документ украли, пока он пьяный спал возле торгового центра. А вместе с ним и небольшие накопления полторы тысячи рублей. Деньги не жалко, говорит бездомный. А вот за паспорт обидно. Непонятно, кому и зачем он мог понадобиться. Пусть, как меня там называют, бичом, не бичом. Мы в жизни не возьмем чужого телефона, чужую там вещь. Ну, зачем это вот это вот? Ну, каждый свой срок уже отсидел, уже хороший. Биография у обоих мужчин богатая. Геннадий, например, провел в тюрьме 29 лет. За это время все родственники умерли, квартиры не осталось. Социализироваться он так и не смог. Александр несколькими ходками просидел за решеткой 17 лет. На воле работал сварщиком, жил в деревянной двухэтажке, которая сгорела. Потом сломал ногу, потерял доход, запил, оказался на улице. Обратно в тюрьму они не хотят, несмотря на то, что там тепло и кормят. Лучше так, говорят мужчины, но на свободе. Целый день они работают в городе, вечером домой, готовить кашу на костре. Воду для этого набирают в том же ручье, где моются. За этот день много заработать не удалось. Александр выпил, Геннадий катал тележки один. 470 рублей, что там, 470, ни о чем. Водки, конечно, не заработали, спирт маленький взяли. Алкоголь в жизни этой общины занимает важное место. С него начинается день, им он и заканчивается. Бездомные это пагубное пристрастие признают, но сделать с ним уже ничего не могут. Так легче мириться со своим положением. Другая отрада – животное. Мужчины водят дружбу с местными собаками. Несмотря на то, что часто голодают сами, подкармливают псов. Это, говорят бездомные, по-человечески. Те отвечают преданностью. Не боятся Александра и Геннадия даже голуби. Спим, голуби у нас по ногам ходят. Да, даже ложатся на нас спать. Кормим. Мы сами бомжи, мы животных кормим. Как добываем, как мы добываем, так и их кормим. А что делать-то? Да. Главное, прилягут промешло и греются. Не около костра, а промешло. Такая свободная жизнь у мурманских бездомных длится недолго. К зиме хочешь не хочешь, нужно идти просить помощи у благотворительных организаций. Их много и у каждой свои правила. Пьянство терпеть там не будут. Да и на благо сообщества придется потрудиться. Но на улице зимой будет слишком холодно. Можно и насмерть замерзнуть. А на сочувствие сограждан сильно надеяться не приходится. Подвалы с теплыми трубами давно на замках. С живущим на лестничной клетке бродягой мириться собственники квартир тоже не будут. Они и друг с другом-то не всегда находят возможность договориться. Злые стали все. Безразличные к чужому горю. 92-го года нормально все было. Люди как-то были нормальные. А сейчас я не пойму. Что же у меня случилось? Вот и придется бездомным сворачивать свой лагерь и уходить к тем, кто еще от других не отвернулся. Как говорят Александр и Геннадий, на дачу. Почему дачу? Потому что временно. А дом для бездомного это весь мир вокруг. Денис Прокопенко, Евгений Бугрецов, Дмитрий Ероха, Арктик ТВ. Об организациях, которые помогают людям без определенного места жительства мы уже упоминали. Они кормят, дают ночлег и одежду. Некоторые даже занимаются трудоустройством и восстановлением документов бездомных. Но даже они не могут помочь вернуться им в социум, если бездомные сами того не пожелают. Среди жителей Мурманска, вопреки словам бездомных, есть отзывчивые люди. Они всегда готовы помочь нуждающимся. Особенно, если те остались без крыши над головой. Например, участники религиозной организации армии спасения каждую пятницу на Жилстрой и на улице Лобова организуют раздачу еды бездомным. Обычно здесь собираются порядка 50 человек. Их кормят горячими супами, кашами, дают чай и читают молитвы. А еще волонтеры дают бездомным одежду. Люди Мурманска жертвуют вещи, потом замечательные вещи. Что-то идет на продажу, чтобы места для инвалидов создать, а что-то идет на раздачу. Люди могут прийти к нам просто в церковь, в корпус, в армию спасения и взять, сколько им нужно. Но единственное, что нужно записаться, чтобы толпы не было. Если немногие слышали про армию спасения, то про общественную благотворительную организацию улица знают все. С 2008 года волонтеры не только устраивают раздачи горячих обедов для бездомных и дают им одежду, они также помогают людям в юридических вопросах. Но по наблюдениям волонтеров далеко не всем можно помочь вернуться к нормальному образу жизни. Что касается людей, которые живут уже многие годы на улице, это так называемый придонный слой, люди, которые живут в подвалах, вот с теми сложнее. То есть там нужна серьезная работа по адаптации, какая-то реабилитация необходима таким людям. Они должны где-то быть в каком-то стационаре, с ними нужно работать достаточно длительное время. Однако, если человек вышел из мест лишения свободы, но остался без крова, с ним будет проще работать, потому что он еще не утратил навыков социализации и сам желает вернуть прежнюю жизнь. Также руководитель общественной организации Валерий Бабурин отмечает, что по количеству требуемой одежды можно сделать вывод, что большинство мурманских бродяг это мужчины. Однако, сосчитать, сколько всего в нашем городе бездомных невозможно. Вот и на этой неделе активисты улицы и волонтеры организовали очередной благотворительный сбор. Продукты пойдут на приготовление обедов, также из них сделают пайки для нуждающихся северян. Оказаться без средств к существованию может каждый. В Мурманске так вынуждены жить десятки людей. Часть из них бездомные. Одни возвращаются из тюрьмы к разбитому очагу, других обманывают и выставляют на улицу родственники, третьи теряют все на почве близкой дружбы с алкоголем. Каждый из них нуждается в помощи отца граждан. Такую поддержку оказывает благотворительная организация улица. Разные бездомные, есть те, кто живет на улице, им сложнее готовить продукты. Им нужно что-то горячее и на один раз. И, конечно, таким людям больше нужна одежда теплая, особенно в таком режиме климатическом. Тот, кто более социализирован, он наоборот. Ему нужно, пока он ищет работу, ему как раз нужно месяц продержаться, грубо говоря, вышел человек из тюрьмы, хотя бы месяц нужно, чтобы что-то кушать ему, не думать об этом. Пока он устроится, заработает, то есть у всех по-разному. Официально бездомных никто не учитывает. Только на благотворительные обеды, которые устраивает организация улица, приходят порядка ста человек. Фактически нуждающихся намного больше. Выживать им удается в том числе и благодаря неравнодушным мурманчанам. Они уже за первые 10 минут акции принесли к пункту сбора больше 10 пакетов забитых продуктами. Мы представители управления федерального казначейства по Мурманской области просто увидели то, что ребята разместили акцию в интернете. Тем самым решили от нашей организации хоть как-то помочь тем людям, которые нуждаются можно сказать больше, чем мы. Причины помогать у каждого свои. Ольга Горкуша, например, делает это потому, что на примере своей семьи знает, что такое голод. Ей об этом рассказывала бабушка, которая в годы Великой Отечественной войны была ребенком. Моя бабушка она родилась во время войны и она мне очень часто рассказывала, даже несмотря на то, что была маленькая она ребенок войны, какой был сильный голод. Она жила на Украине, как им не хватало еды. И в память об этом я всегда стараюсь помогать таким акциям, потому что очень тяжело, наверное, это самое страшное, когда люди голодают, дети голодают. Поэтому мы всегда помогаем. Кроме продуктов принимает организация улица и одежду. Ее тоже впоследствии передают нуждающимся людям. Особенно актуально это сейчас, когда в Заполярье наступают холода и согреться для бездомных становится настоящей проблемой. Первый урожай настоящего монастырского картофеля выкопали на огороде Свято-Троицкого Феодоритов-Кольского мужского монастыря в Мурманске. Игумен Игумен Трифон Михайловский, наместник Свято-Троицкого Феодоритов-Кольского мужского монастыря не привык сидеть сложа руки. Помимо духовных вопросов его заботит и жизнь мирская. Продолжается ремонт крыши трапезной, к установке готовится новая звонница. А теперь еще вот пришла пора выкапывать картошку. Семь грядок, которые высажены рядом с подворьем. Но делать это можно только после благословления. Картошку для посадки монастырю пожертвовали прихожане, у которых есть земельные участки за городом. По словам Игумена, особого ухода грядки не требуют. Когда при монастыре стали выращивать первую картошку, были опасения, что она не вырастет. Но, как мы видим, ботва достаточно высокая и зеленая. Что же касается клубней, то они тоже крупные. Кто знает, возможно, именно эта картошка пойдет на пюре, на жаркое или даже на драники. Всего через несколько минут после начала уборочных работ на простыне, заранее подготовленной для урожая, образовалась внушительная горка белого и розового картофеля. О том, что клубни не только красивые, но еще и вкусные, сомнений нет. Как раз был праздник Федорита Кольского 30 августа. Были два архиерея и мы священникам приготовили эту картошку. Все оценили вкус северной монастырской картошки. На этом сельскохозяйственные работы при обители точно не закончатся. Игумен Трифон с гордостью показывает новый участок с плодородной землей. В следующем огородном сезоне здесь будут расти лук, ароматный чеснок и даже клубника. На этом все. Встретимся на канале Артик ТВ ровно через 7 дней для того, чтобы снова подвести итоги недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова